Добрый день, друзья! Мы продолжаем нашу экскурсию по зданию Центра Союза, архитектора Ле Корпюзье. На этот раз мы видим его со стороны улицы Академика Сахарова. Перед нами предстает более отточенная архитектурная пространственная композиция из параллепипедов и мощнейшего цилиндра, который становится лейтмотивом этого ракурса. Здание в этом смысле апеллирует к ранним фантазиям архитектора Мендельсона. Надо сказать, что здесь Ле Корпюзье идет несколько вразрез со своей туристской цветовой гаммой белой архитектуры, свойственной для его французских шедевров этой эпохи, например, виллы Савуа под Парижем. И контекст, московский цветовая гамма, навязывает ему использование вот такого сиренево-фиолетового туфа, который придает зданию большую брутальность и северную харизму. Надо сказать, что Ле Корпюзье в конце своей жизни несколько отошел от чистой туристской эстетики конструктивизма и ушел в пластические формы. Примером этого являются два его уже предсмертных шедевра. Это здание Капеллы в Раншане и целый город Чиндигар в Индии. До новых встреч, друзья!